Прозрачным утром Простутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери, уютней стало Заходи в началь Мы будем вместе листать сначала Старый календарь Огни большого города говорят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Это ж надо, а? Элеонору в убийстве подозревают, а? Ну? Вот правда в народе есть такая поговорка В тихом омуте черти водятся Бабуль, ты правда думаешь, что Элеонора могла кого-нибудь убить? Ну? Тем более от своего племянника она в нём души не чаяла Ну? Это просто милиция наша Уже второй раз подряд лыжанулась Ага Знаешь что, милиция кого зря не схватит Да, конечно Значит есть подозрения Вот какие, какие подозрения Вот смотри, вот меня ж тоже под белые рученьки Так и что, а на следующий день выпустили Потому что предъявить то нечего Угу Элеонору когда вели под конвоем, да? У неё такая спина прямая Голова гордо поднятая Ну прям голубая кровь, а? Я всё видела Конечно, как? Без тебя, Томана Не обошло это Ну ладно, всё разъяснится Ну на самом деле На тетя Нора, ну на намухи не обидится Ну Просто этот следователь крендель Привет Крендель, да не то слово крендель Он бы это Он же суетиться что-то, нервничает, да? А в действиях логики никакой нету Нет, Стёпочка, логика есть Нора-то всегда скрытная такая Себе на уме Может она и того Чего? А мы этого не замечали Ладно, мы перестанем на разумнее всех нас вместе взяли Да Разумнее Я вон Тоже есть в этом Своя логика Я вон видела По телевизору Таких Вроде с виду Нормальные Тихие А на самом деле сумасшедшие Ой, Милетин, ну чё ты какая сумасшедшая Ну отпустят её скоро, увидите Ну не виновата же она ни в чём Конечно, конечно Конечно, отпустят Потому что улик-то против неё нет Нет Нет, есть, Стёпочка Улик-то 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 Капу-ки-то Нож На нём кровь человеческую Самой рукоятке ножа Понятно? Ну и что, нож Ой, Господи Я же этим ножом Капусту для борща рубила Ой, а как же есть теперь его Вылить надо Поздравляю тебя, Милетин Ты людоед Ну, что? Все тихо? Да, все тихо. Там только у одной бабули давление поднялось, а так все нормально. Я ей таблетку дала. А что, новеньких не поступало? Нет, не поступало. А ты знаешь, что у тебя на лице написано? Что? Что я нахалка? Что, у меня совсем стыда нет? Да нет. Счастье. Огромное такое, безграничное. Никогда не видела у тебя такого счастливого лица. Я не знаю. Мы, наверное, созданы друг для друга. Знаешь, ты так запуталась? Слушай, а что, Виктор Сергеевич не спрашивал меня, не искал? Нет, нет, все в порядке, я искал. Спасибо тебе, что ты меня прикрываешь. Да, держи. Ладно уж. Пользуйся моей добротой. А, Инга Владимировна, зайдите ко мне, пожалуйста. Андрюша, вставай. Спасибо. Слушай, а куда это Тимка ускакал с утра пораньше? Не знаю, мне не сказал. Но, судя по тому, как он разглядывал свои бицепсы перед зеркалом полчаса, все сразу стало ясно. Гулишь, что ли? Ну, надеюсь, что это и не понадобится Михае Бриллианты. Нет, она девушка хорошая, скромная, ты знаешь, мне кажется, у Тимура к ней действительно искренние какие-то чувства и симпатии. Не просто увлечения внешними данными. Главное, чтобы они не ссорились, потому что он такой вспыльчивый. Да, в общем, Тимура сегодня еще долго не будет, поэтому мы с тобой можем... Эллочка, 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 мне правда сейчас не до этого, прости, но я не могу, я все время об этой работе думаю, будь она проклята. Прости, я просто отлично тебя хотела. Ты не представляешь, как мне не хочется туда идти. Андрюша, а что, ты действительно думаешь, что это так опасно? Эта начальница просто гестаповец в юбке. Как я сразу не заметил, ей же что, человека убить, что муху, все равно. А что ж теперь делать? Так, я имею право заболеть? Да нет, Андрюша, это не выход, но хорошо, что ты, оттянешь ты это удовольствие на два-три дня, а потом-то все равно тебе на работу придется идти. Ну да, эта отсрочка ничего не решит. Господи боже мой, у меня эта работа вот где, вот, я, что-то так вляпаться. Погнался за большими деньгами. Да нет, Андрюшка, это я виновата. Надо было тебе сразу отговорить от этой сомнительной идеи, чтобы ты вообще никакого участия в этом не принимал. Так, решено. Побуду сегодня дома. Что ты там говорила? М? Тимура долго не будешь. Будете кофе? Из дома принес. С удовольствием. Скажите, Инга, а где вы были? Я? Я отлучалась всего на часочек. Инга Владимировна, не надо врать. Ну, я же знаю, что вас не было всю ночь. Я сам видел, как вы уходили. Только шум не стал поднимать. Ну, а Ларису Викторовну, я еще не успел ничего спросить, а она уже стояла с лицом партизана на допросе. Поэтому я решил, что без орудий средневековых пыток мне, увы, не обойтись. Да, Лариса забавная. Да уж. Решила лучше умереть, чем выдать подругу. Ну, думаю, ладно, хорошо. Спрошу сам. Ну? Боюсь, Виктор Сергеевич, что вы меня не поймете. Ну, а чего же? По-моему, до недавнего времени мы с вами понимали друг друга. Ну, конечно, это больше касалось вопросов литературы и искусства. Но вдруг его в этот раз повезет? Алло, Гуль, привет, это Тимур. Я узнала. Слушай, давай встретимся прямо сейчас. Приходи в кафе, где Макс играет, знаешь? Знаю, только я не могу сейчас. Почему? А у меня курсы сегодня, надо повторить. Ну, от мамы я тебя отмажу. Она у меня добрая. Ну, пропустишь одно занятие, а потом нагонишь. Гуль, давай. Может, лучше вечером встретимся? Нет, Гуль, нет. Я не доживу без тебя до вечера, понимаешь? Я тебя сутки уже почти не видел. И что, на последнем дыхании? Вот именно. Ты знаешь, я улыбаться перестал. Меня ничего не радует. Умеешь ты уговаривать. Ну, я правда, Гуль, очень хочу с тобой встретиться. Давай. Ладно. Разочек прогуляю. Сейчас прибегу. Давай, я жду. Ну, что я в конце концов, не человек, что ли? Не могу понять, что может быть какая-то экстренная ситуация. Мои обстоятельства не покажутся вам уважительными. Ну, как сказать. Вы, Инга Владимировна, все-таки человек ответственный и обязательный. И наверняка вы бы не ушли, если бы у вас не было на то веских причин. А вот и ушла. Я была у любовника. Как интересно. Да. Берусь спорить, это был тот самый злополучный Воронцов, которого вы так усиленно не пускали в больницу. Да, Паша. Не ожидал я от вас, Инга Владимировна, такой беспечности. С виду снежная королева. А внутри-то, оказывается, шквал страстей и буря эмоций. Вот такая я, загадочная женщина. Так что увольняйте меня, Виктор Сергеевич, не жалея. Бессовестная я прогульщица. А я все равно решила всю свою жизнь поменять. Так что семь бед, один ответ. Ну, увольнять я вас не собираюсь, что я монстр какой-то. Я же все прекрасно понимаю. Вам и так сейчас нелегко. Так что санкции от меня не ждите. Эй, эй, ты че, ну и тим, стопу жилю, рапорт, такой борщ выливать. Степа, 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 в нем человеческая кровь, ножа накапала. Давай перестань, ну мы нора знаете, что летом. Бабуля, бабуля, ты ж сама говорила, что это че, он мутный, чувак племянничка. Конечно, он же мошенник, а у мошенников там свои разборки. Свои насалил кому-нибудь, его и пришили. Ага, она может догадалась, что он совсем не родственничек, понимаешь? А кому-то она на него завещала? Бабуля, таких завещаний. Вот так вот переписать. Секунду, бабуль. Да, обид, да, знаешь? Ни, такую обиду можно, это самое, попросить, да. Вот так вот, анордор, он по самому больному месту ударил. Он на родственных чувствах сыграл подлецов. Подлецово признаем это. Перестань, ну скажи, разве экспертизу сделали? Сделали? Нет, следователь сказал, что он подозревает, что это кровь. Бабуля, подозревает, не точно, это подозревает. Грендель, грендель, а? Ну, и тем более, эта версия с Элеонорой, она стопудово не прокатит, бабуля. Но выливать кубанский борщ, это преступление. Три голодных мужика, мы же, ну, а нам его, а нам, бабуля. Мы есть хотим, бабуля. Ну, ешьте. Если вам своего здоровья не жалко, жрите. Спасибо. Бабуля, спасибо. Людоед она и есть, людоед. Молодвили, да? Так, у меня, ребят, вот это дело. Роботера. Роботера, холодненькая. О! Ну, что вы на меня так смотрите? Да, к сожалению, я тоже знаю, что такое страсть. Или к счастью. Ой. Вот уж никогда бы не подумала. Представьте себе. Сердце из груди выскакивало, когда я ее видел. И ведь знаю все научные объяснения этого чувства. Всю эту игру гормонов. А ничего с собой поделать не мог. А что, тоже с первой любовью через много лет встретились? Да нет. Это была пациентка. Обычная женщина, учительница. Но мне все в ней необычным казалось. И взгляд, и каждый поворот головы, и голос низкий такой, грудной. И тонкие запястья. И взгляд, обещающий блаженства, как говорит мой Паша. Ну, что она в вас влюбилась, а вы не смогли устоять? Знаете, стыдно признаться, но я сам всю эту кашу заварил. Она выписалась. А мне так плохо без нее было, что я не выдержал ее. Взял адрес из медкарты и приехал. Ну, а там потом все закрутилось, завертелось. И все-таки расстались? Я не смог оставить свою семью. Я очень люблю ребенка, и жена у меня очень хорошая. Она не заслужила такого удара в спину. А я вот не выдержала. Все какое-то вранье получается. Любимому врешь и семье, и себе в конечном счете. Ну, может, вы и правы. Получается, что и чувства свои предаешь, и семью тоже. Как же вы справились? Сам не знаю. Ходил и все время эту боль в груди чувствовал. Когда от нее отрывался, мне казалось, что я ампутацию без наркоза пережил. Так что, я вас очень хорошо понимаю и не осуждаю. Спасибо вам за понимание. Мам, ты что, прячешься? Да нет. Это мне Саренко в глаз попало. Давай посмотрим. А если я даже еще и потерю, то совсем придет. Спасибо. Ты такой заботливый у меня. Все совсем прошло. Как будто бы ничего и не было. Андрюш, знаешь, я что подумала? А давай я на работу сегодня не пойду, а? Почему это? Не знаю. Как-то боязно тебя здесь одного оставлять. Ты же знаешь, когда люди с криминальным бизнесом связаны, им же все равно. Одной жизнью больше, другой меньше. Андрюш, а может тебе уехать куда-нибудь? А то ты здесь как мишень. Весь на ладони. Перестань. Слушай, хватит меня хоронить. Поживем еще. Да и потом, куда мне ехать-то? Некуда. Не знаю. Но ты все-таки никуда не выходи, ладно? И дверь запри обязательно. Сюда они не сунутся. Сейчас не девяностые годы. Другая эпоха. Но все равно, будь осторожней. Мало ли что. Не волнуйся. Чашки принеси, пожалуйста. Ой, дай. Сейчас, Андрюш, сейчас. Ну, что он сказал? По твоему лицу понял, что ты прикрываешь прогулщиков. Надо же, а мне даже виду не показал. Да. Ну и что, теперь выговор? Да нет, ничего. На первое время обошлось. А что ты ему наврала? Ничего не наврала. Правду сказала. И что, он все понял? Нет, ну надо же, ну душа человек. Вот не даром по нему полбольницы сохнет. Слушай, а что у вас там с Павлом? А Павел Яковлевич сделала мне предложение. Да ты что? Ничего себе, какой решительный. Ну, конечно. Тройки лошадей и белого платья не будет. Хотя, знаешь, а почему нет? Где сделать костюмированную свадьбу? Честно, это модно. Ой, Господи, что я говорю? Мне сейчас не об этом думать надо. Ты мне скажи, ты согласилась? Ну, конечно, согласилась. Я жить без него не могу. Ну, ты жила же как-то, когда его отшивала? Ну что, это жизнь была? Мне жизнь, мука сплошная. Хоть волком бой. Ну, а как ты мужу скажешь? Вот как? Вот я бы не смогла. Я бы написала записку и ушла. Не, ну это уж совсем как-то подло. Надо ему в глаза сказать. Ну, что, пусть даже накричит. Пусть, не знаю, ударит. Ну, ему так легче будет. Ну, а если он тебя правда побьет? Ну, что? Хотя нет. Ну, ты что? Коля не такой. Да он никогда руку на женщину не поднимет. Ну, а когда ты уйдешь, вдруг он что-нибудь с собой сделает? Ну, а что он не сделает? Он сильный, он переживет это. Ну, а сын? Ну, только как Макс на это отреагирует, не знаю. Слышишь, мы для него же всегда были такая счастливая пара, что-то незыблемое. Всегда вместе. Теперь? Ой, представляю, что у него будет на душе. Сама пережила развод родителей. Ну, а тебе сколько лет тогда было? Шесть. Мне казалось, что мир рухнул. Ну, Максу не шесть лет. Он парень взрослый. Думаю, все поймет. Только ты не тяни с разговором. Лучше пусть он от тебя узнает, чем от кого-то другого. О, здорово, сосед. Привет, Степан. Опять ты, да? Чего? Ну, бросал бы ты это дело. Ну, зараза же. Сегодня собираюсь культурно провести вечер. Да. Общаясь с девушкой. Нет, серьезно? В гости у тебя сегодня? Да с кьяры, я, понимаешь, договорился там вечерком поболтать. Девушка из сайта знакомств, ну, знаешь, это не настоящая свидания. Да я тебя умоляю, ты чего не настоящая? Вот мы с ней, когда общаемся, у меня вообще возникает ощущение, что она вот, ну, рядом, прям хоть потрогать. Ой, Тимур тебя, ой, приобщил. Коль, я тебе советую, ты тоже, это, загляни-то на сайт, на какую. Нет, нет, спасибо, спасибо. У меня, знаешь, и так жизнь полноценная. Каждый день сюрпризы. Ну, а чё ты хочешь-то? Конечно, у тебя же это, две женщины под одной крышей. Конечно, перебор. А три не хочешь? В смысле? Чуалва. Чуалва. Ну, да. В любом удобном, неудобном случае свою симпатию демонстрирую. Вот это, что, жилищик, что, новое? О, вот, о, вот это, блин, даёт. Ну, ты, я-то чё, я. Ну, и чё, так достал, что? Ну. Ну, не знаю, хочешь, я, конечно, по-дружески, там, могу часть огня на себя-то отвлечь, но там, приударюсь за ней, там, поухаживаю. Ты же благодарен для тебя, да? Вообще, пузырь с меня. Договорились. А ты заходи, Коль, вечерком-то, ну, вдвоём нырнём. Гуль, тебе нравится кофе? А, хороший, но я лучше делаю. Правда? Да. А может быть, ты ещё что-то умеешь, кроме кофе? Ну, да, первое, второе, капот. Капот. Да, у меня папа повар, так что готовить я люблю. Да, как же мне повезло. Сейчас найти девушку, которая умеет готовить в наше время, такая редкость. Ну, вот мы будем с тобой поближе знакомы? Так, 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 так. Я приглашу тебя на обед. Угу. Только, знаешь, я как-то переживаю, что, ну, на курсы не пошла. Да ладно, я тебя от мамы защищу. Ну, это же я поняла. Ну, как-то без причины как, стыдно прогуливать. Да ладно, совестливая ты моя. Ну, прости мне, это я виноват, сорвал тебя. Ну, это последний раз, и теперь я буду подстраиваться по твой график. Ладно? Не беспокойся ни о чем, Гуль. Ладно? Ой, ой, какие девушки красивые сюда приходят. Каждый день здесь обедаю, но такой приятный мадемуазель еще не встречал. Извините, что прерываем, но, по-моему, вам для более интимного общения подойдет больше кто-нибудь из нас, чем этот нацмен. Ну, впрочем, мы не против общения втроем, не так ли? Ребята, шли, бывает, сюда. Что я требую вас доказать? Уйдите, пожалуйста. Ой, ой, а голос, голос ангельский. Вам бы порно фильмы озвучивать. Тимур, ну не надо, они же специально. Буль, успокойся, успокойся. Я просто с ними поговорю по-хорошему. Сядь, пожалуйста. Они специально это делают, Тимур. Я просто поговорю по-хорошему. Что такое, что ножку подвернули? Вы как, идти-то сможете или мы можем в скорую? Смогу. Давайте Николая Андреевича позовем. Коля! Ну, зачем, Николай Андреевич? У него сумка тяжелая. Он продукт на всю семью он накупил. Я сам помогу. Вы знаете, между прочим, я в юности в ветеринарной клинике подрабатывал. Ага. Вывихи вправлял там, ну, кошкам всяким, собакам. Так что могу и вашу ногу в дом посмотреть. Как нога там? Гораздо легче, спасибо. Ага. Ну, давайте все-таки я вас провожу. Обоблейтесь, обоблейте. Я вам давайте доведу тихонечко. О, так, так, так. Тихонечко. Значит, вам моя девушка понравилась, да? Она тебе не жена, так? Значит, она такая же твоя, как и моя. Ой, нет, ребят, тут вы ошибаетесь. Девушка вам сказала, уходите. Вот вы и валите по-хорошему. Мужики зляки першуются. Он чебунган завалил. Его сам Симакин тренирует. Извини, правда, прости. Попутали? Попутали? Ты на нас, Ланя, держи. Мороженое будешь? Нет, я не хочу ничего. Вот уроды! Надо было им валить только потому, что они тебе настроение испортили. Привет, Микит. Привет. Ты что здесь делаешь? Кого-то ждешь? Да, я тебе. Кончились? Я тебя хотел увидеть. Поделал. Соскучился по тебе. Как ты классно выглядишь сегодня. Прям супер. Старался. Отлично пахнешь. Тамара. У меня к тебе маленькая просьба. Докладывай. Я, в общем, не уличил сегодня заданий, а я у Артуры еще кучу всего на завтра задала. Ну и в чем проблема? Завтра мне никак не успеет. Могла бы ты попросить ее по срочке? Ну это она в чем дело? А ты знаешь, я поверила, что ты искренне говоришь. Нет. Не могла бы. Я тебе не советую вообще афишировать наши отношения. Мне лишний разговор на работе не могли. Я ничего не собирался афишировать, а мальчик. И не воображай себе, что у тебя будут какие-то особые поведения. секс не повод для зачета. Лена, ну вот сколько ты можешь так сидеть и молчать? Слушай, ну я прошу тебя, ну хоть что-нибудь мне объясни. ты с Русланом, что ли, опять поругалась? Если бы поругалась, то хоть какая-то надежда была бы. А у меня ее нет. То есть как? Он что, тебя послал, что ли? Просто сказал, что любит другую. Что вот? Просто так взял и сказал, что в лицо. В лицо. Ну а ты что? А что я? Я попыталась сделать вид, что мне все равно. По-моему, как-то неубедительно получилось. Ты сама понимаешь, времени отрепетировать у меня не было. Ну и что ты теперь собираешься делать? Лиз, я не знаю. Мне кажется, я его увидеть не смогу. У меня в груди просто как будто давит что-то, понимаешь? Ты не представляешь, какой я рядом с тобой счастливый? Представляю. 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 Знаешь, я чувствую себя как школьница. Почему? Ну, то, что нам приходится скрывать все наши свидания, чувства. Да. А мы в школе, помнишь, поначалу тоже от всех прятались? Конечно, помню. Ты еще меня тогда к Самойленку приревновала. Ничего подобного. Я была уверена в тебе. Я знала, что ты себе лишнего не позволишь. Между прочим, я... Да, ты, может, и знала. Только в глазах такие искры были. Я думаю, от нее горстка пепла осталась. Ну, ладно, может, и было пару раз. Ну, ты-то был рад только. Ты все смеялся над этим, да? Да. Да. О, Зинаида Алексеевна, здравствуйте. 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 Что, по комнате соскучились? Или вы жильцов пришли проведать? Да нет. Майя куда-то запропастилась. И на звонки в ней не отвечает. Ну, где же ключи? А что, вы решили, что она здесь? Я уверена, что она к Руслану шляется. Ну, не знаю. Я ее, по крайней мере, не видела с тех пор, как вы уехали отсюда. Увидишь, я права. Открывай. Я ему устрою. Материнское сердце не обманешь. Я ему мозги так вправлю, что он имя ее забудет. Давай, открывай. Открывай, открывай. Ну, дорогая моя, совсем ты у меня растеклась, я тебе скажу, и стала размазней. Перестань, я тебя не узнаю, Лен. Только ты близ, я сама себя не узнаю. У меня до сих пор просто в ушах его слова. Ну, перестань. Ну, так же нельзя. Ведь ты же у нас... Ты же сама энергия, сама радость. Давай в кино сходим. Или у тебя дома его посмотрим. Какое тебе нравится больше? Лиз, я не хочу, не могу. Леночка, ну, пожалуйста, ну, соберись. Ну, давай будем считать, что это ничего страшного. Так просто очередной сюжетный поворот или жизненное перипетие все еще изменится. Через полчаса все может измениться. Лизынка в кино это называется монтаж. А в жизни год и два, и три может пройти. Мне кажется, вообще уже ничего не изменится. Знаешь что, выпей кофе и ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Руслан, он тебе нужен настолько, чтобы ждать его год, два, три? Ну, что ты смотришь так на меня? Ну, Лен, ну, пора оглянуться и увидеть других мужчин. Вон, кто у нас есть. Да Петька хотя бы тот же. Лиз, я ни на кого смотреть больше не могу. Знаешь что, тогда все равно не ной, а довольствуйся тем, что есть. Ну, ведь ты же встречаешься с ним на съемках, ты встречаешься с ним на учебе. Вот и радуйся. У многих и этого нет, знаешь ли. Татьяна, вон, Ларина твоя любимая, сказала своему, что любит, а он у нее на годы пропал. Господи, я сама не рада уже, что мы с Онегина начали. Просто как сама себя переговорила. Урка судьбы какая-то. Ну, перестань. Слушай, а можно, между прочим, стать для него незаменимой? Ты просто докажи ему, что лучшей партнерши, чем ты, ему не найти. Ну, давай так попробуем. Проходи. Ой, батюшки, Зиночка. Здравствуй, мой гармошечка, здравствуй. Как уже я рада тебя видеть, так? Скажи, пожалуйста, ты Майю не видела? Нет. Она что, не приходила сюда? Нет, не приходила, конечно. Слушай, я тебе расскажу, у нас есть такие новости. С ума сойдешь. Нору, Митцию собрали. Да ты что? Да. Да. Как? Какая-то в милиции? А ее что, тоже подозревают в убийстве собственного племянника? Да, верно. Подозревают? Да, верно. Пиздай в себе. Пойдем, если я тебе расскажу. А что они могли не поделить? Да мы сами голову сломали. Нет, Нора, нет. Да она же аристократка до мозга костей. Ой, да что ты, что в лагерях только одни аристократы, что ли, сидели политические? Майя, давай собирайся быстрее, там мама твоя пришла, она тебя ищет, давай быстрее. Пойдем ко мне, я тебя у себя спрячу, пока она тебя здесь не увидела. Давай, давай, ну что вы копаетесь? Все, пошли, пошли, не надо. Все там, пошли быстрее. Сын, ты уже взрослый, ты должен меня понять. Мам, не могу понять предательство. И вряд ли когда-нибудь смогу понять. Я все понимаю. Вы не маленькие дети, да? Случилось то, что случилось. Ну ты увлеклась, я все понимаю. Ну хватит уже, остановись, включи голову. Я жить без него не могу. Что мне делать? То есть ты хочешь бросить нас с отцом ради какого-то перца на дорогой машине, да? Вообще-то этот перец моя первая любовь. Самая сильная. Тогда почему же вы тогда расстались? По ошибке, по глупости. Я ревновала его к своей подруге. Ну, молоды были, очень горячие. Мам, ну это не честно. Поздно исправлять ошибки молодости. Выхода другого нет. Понимаешь, я не люблю твоего отца. А жить в лжее это просто невыносимо. А тогда любила, да? Когда замуж выходила, любила. Когда в ЗАГСе кольцами менялись, любила, да? Да, я не помню. А ты вспомни, мам. Вспомни. Не могу. Хорошо, пусть так. В конце концов, я тебе не судья, но знай, ты меня тоже должна понять. Какое бы решение ты не приняла, я в любом случае останусь с отцом. И вообще, я вряд ли захочу продолжать с тобой отношения. Здравствуйте, Юлия. Здравствуй. Потеряли что-то? Дочь свою. Где ты ее прячешь, негодник? Мы с ней давно не виделись. Давно. С чего вы взяли вообще, что она у меня может быть? Знаю, что она сюда приходит, поэтому ищу. Послушай, Руслан, ты хотя и артист, но сейчас ужасно фальшивишь. Я же тебя знаю, как облупленного. Тетя Зина, вы меня с кем-то путаете. Руслан, Майя, жена другого мужчины. Плохое дело ты затеяла. Руслан, я тебя очень прошу, оставь мою дочь в покое. Вообще, с чего вы взяли, что она у меня может быть? У нас давно с ней судьбы разные. Да? Значит так. Я только увижу, что она сюда приходит, тебе мало не покажется. Игорь себя три шкуры снимет. Ты понял? Упертый. Пойдемте, пойдемте. Вот здесь у нас кухня. А вот это теперь ваши соседи. А, Николай. Степан. Решить представиться. Здравствуйте. А я Михаил Андреевич. Опять двойка. Половцев. Что, серьезно? А только нам ваша фамилия-то без надобности. Вы же не в ЦК собираетесь выступать. Барабанные палочки. Ну, документы все готовы у нас, да? Можете заезжать. Ну, как же это, я заеду, когда там чужие вещи разложат. Ерунда. Они завтра уже съезжают. Так что чувствуйте себя, как дома. Располагайтесь. Эта комната теперь все. Оправу ваша. Ох ты, сучка ты, Райка. Причем, сучка крашеная. Что характерно. 45, баба Ягодка, опять. Да-да. Ну что, не нашла? Нет, нигде нет. Наверное, Майка уйти успела или спрятал ее этот гаденыш. Ну, так позвони ей. Да. Так. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. И берем ступку. Эва, знаешь что? Ты мне сразу звони. Как только Майка здесь появится. Хорошо? Хорошо, Зинаида. Но даже если она сюда придет, ну что плохого-то? Ну, плохого нет. Но эти визиты сюда ни к чему. Даже если между ней и Русланом ничего нет. Все равно ни к чему. Ну, знаешь, Игорь ревнивый. Понимаешь сама, он серьезный. Понятно, понятно. Хорошо, не волнуйся. Я обязательно тебе позвоню. Сразу позвоню. Пожалуйста. Да, да, да. А Тимур здесь? Я сто лет его не видела. Дай ходить, Ляна. А, не-не-не-не-не-не. Нет, нет. Тимура нет. Он на свидание пошел. Андрюш, правда? Да, пошел на свидание. Я поняла. У него там девушка. Да, девушка. Ясно, ясно. Ну, передавайте привет ему. Хорошо. От меня. Все. Спасибо. Эва, здравствуй. Не волнуйся. Позвоню. Спасибо. Все. До свидания. До свидания. Вадим Иванович, вы получили результаты экспертизы. Ну, хорошо. Ну, что тут у нас? Ходящее отверстие не соответствует. Нож не тот. Ну, насколько я понимаю, улик против меня нет. Выходит, что так. Да, Андреев, слушать. Да. Да, хорошо. Я могу быть свободна? Задержитесь, если вам не трудно. Нашлась мать Олега. Какая мать? Вероника? Нет, зовут ее по-другому. Но она опознала труп. Ох, как тут у вас принято общаться. Хорошо? Не матом. Я боюсь, что мне будет трудно найти общий язык с вашими бывшими соседями. Да мы не со всеми так. Только с особо отличившимися. Тринадцать. Да, ничего. Не обращайте внимания. Ну, не любят здесь деловых людей. Ну, что поделаешь. Как только у кого-нибудь деньги начинают водиться, сразу же начинают косо смотреть. Ну, что такое прям. Раис, ну, зачем же ты лжешь? Чего ж ты про свои другие достоинства не рассказываешь, за которыми мы тебя так уважаем? Все-таки хочется разобраться, в чем тут дело. Почему вас так ласково тут кличут? Чем же это вы так насолили своим соседям? Ну, я, видимо, для них главный притеснитель сирых и обиженных, понимаете? Ах ты дрянь, а! Ты думала, что мы тебя одобрим, да? Что ты женщину с ребенком на улицу выгоняешь, да? Так, ну, тихо, 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 тихо. Вы понимаете, Михаил Андреевич, я уже давно предупредила Олю, что она должна съехать. Она все медлила, могла бы уже сто раз свой квартирный вопрос решить. А вот теперь строит из себя бедную овечку. Да, если бы тебя выгнать на улицу, а, с ребенком, хотела бы я посмотреть на тебя. Между прочим, Ольга на эту комнату столько же прав имеет, сколько и ты. По закону, Стюпа. Рай, а по человеческому закону? Вот именно. Да ладно, просто вот Райка более оборотистая оказалась, чем Ольга. Ага. Акула. Спокойно. Бизнесом. Спокойно. Никто никого выгонять не собирается. Время у меня есть, я подожду столько, сколько будет нужно. Вы, Михаил Андреевич, у них на поводу-то не идите, не идите. Вы что? Они ж только рады будут. И на голову сядут, и ножки свесят. Легко. Мне крайне неловко, Раиса Сергеевна, что я невольно оказался замешан в такую историю. Давно мне так неловко не было. И стыдно. За вас. За меня? За вас, Раиса Сергеевна. Раиса Сергеевна. Захаров сегодня приходил на работу? Даже не звонил, вот как. Из-под земли его достать и привезти сюда. Думаешь, от нас просто так можно сбежать? Это недоразумение. Такого просто не может быть. Мать Олега моя двоюродная сестра. Она... Она умерла год назад. Документы проверили. Ошибки быть не может. Проходите. Присаживайтесь. Дело Коширина. Здравствуйте. Я Материна Коширина. И вы не можете меня заставить. Можем, можем, Андрей Петрович. Как вы думаете, как они посмотрят на ваш роман с одним из учеников? Майя! Сын! Пойми, у меня будет сын! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok